В этой программе называется Мейкерские хабистические сообщества. И я поздравляю предыдущего прогноза, лидератора Алексея Николаева, из компании Intel. Спасибо. Все, друзья, спасибо. Поэтому, это вам спасибо, что в пятницу вечером решили посвятить часть дня, особенно такого еще хорошего солнечного, обсуждению нашей тематики. Собственно, меня зовут Алексей Николаев, я работаю в корпорации Intel. Я нахожусь где-то на интерфейсе между Intel и внешним миром. А внешний мир для меня это всякие хакспейсы, фаблабы, акселераторы, технопарки, инкубаторы и так далее и тому подобное. То есть я нахожусь на этом интерфейсе и занимаюсь самыми разными вопросами, связанными с тем, что такое новый продукт, что такое генерация нового продукта, как это можно простимулировать, как большее число студентов или технических энтузиастов к этому делу привлечь, и чтобы они смогли довести это до какого-то разумного продукта. Вот. Собственно, и эта тематика очень часто связана с названием нашего мероприятия, нашего круглого стола, на которое мы пригласили людей, очень глубоко погруженных в тему и смотрящих на эту тему с самых разных сторон. И наш круглый стол мы проведем по следующему формату, что мы сначала дадим каждому из выступающих по 5 минут, я достаточно жестко даже это буду контролировать, поставив соответствующий таймер, для того, чтобы мы быстро прошлись по тематике круглого стола, и тогда это будет здорово. То есть такое примерное описание – это вот, так сказать, следующий уровень развития того, кого раньше мы назвали бы посетителями каких-нибудь там технических кружков, или сообществ, или еще что-то, или еще что-то. То есть люди, которые либо у себя, где-то дома, либо в своих лабораториях, либо в тех местах, которые называются там фаблэбы, хакспейс, или еще что-то, с применением нового современного поколения технологий, связанных там и с 3D-печатью, связанных с электроникой и так далее, и тому подобное, делают новые устройства, новые сервисы. И вот, так сказать, этот феномен активно развивается, как нам кажется, он достоин своего рассмотрения, и вот этому мы сейчас и посвятим некоторое время. Ну что ж, тогда я попрошу начать. Я крайний, да? Да, да, да. Большое спасибо, Алексей. Меня зовут Рассо Вячеслав. Я являюсь руководителем проектов компании AirBot. Вот наши продукты тут рядышком находятся. Наверное, видели, я сегодня выступал. Они что-то транслируют в космос? Ну, пока нет, но мы работаем над этим. Понятно. И, собственно, тема действительно близка. Мне кажется, каждому из нас, кто вообще прикасался хоть раз к технике, пытался сам что-то своими руками сделать. Ну, а если это переросло из увлечения в некие профессиональные интересы, в дальнейшем это было связано с направлением образования, да, и перешло дальше, может быть, в некий уже более профессиональный интерес, то тогда вам, наверное, будет интересно узнать наше мнение о... Дай мне, да, дай мне... Значит, на самом деле в 2005 году, когда мы начинали наши разработки и создавали компанию, мы тоже примерно этим самым и занимались. То есть у нас собрался небольшой коллектив энтузиастов, буквально 3-5 человек, которые думали, а чем же заняться, как вот роботов делать начать. И, собственно, мы пришли к выводу, что для того, чтобы чем-то серьезно заниматься, сначала надо что-то попробовать, а потом создать коллектив. И вот, насколько я понимаю, эта проблема стоит перед каждым, кто пытается заняться чем-то интересным в сфере робототехники, каких-то настройках технологий. Что здесь важно? Важно четко понимать, чего вы хотите, и как вы хотите этого добиться. То есть хотите ли вы сначала что-то сделать сами, потом пойти в инвестиционный какой-то вечерный фонд, найти деньги. Или вы хотите, наоборот, посоветовав с умными людьми, понять, как и что нужно делать, и дальше уже искать деньги или собственные финансированные какие-то. На самом деле, та ситуация, которая сейчас сложилась на этом рынке, по благо, как спейсы, это широкий простор для творчества, для инициативы, для развития каких-то способностей, возможностей. И, на самом деле, для прототипирования своих продуктов. Мы тоже тогда, в 2007 году, купили 3D-принтер, один из первых. Мы тогда начали подумать о приобретении собственного опытного производства. Мы купили, затем несколько металлообрабатывающих центров. Купили недорого относительно, но, тем не менее, уже тогда это были серьезные наработки, связанные с тем, что мы могли прототипировать и моделировать свои продукты. И, допустим, первый робот-стоп, который здесь стоит, вот, тузатенький, да, он был создан с шеек, и редуктор шейный был полностью создан на 3D-принтере. И когда мы его показали в декабре 2008 года, тогда еще первые образцы были на 3D-принтере сделаны. То есть, и тогда это все работало, и работало прекрасно, хотя, конечно, долговечно было. Поэтому я считаю, что это важно, этим надо заниматься. И давайте вспомним, на самом деле, вот я сейчас набрал, да, компьютерный клуб «Комблю». Если кто-то знает, что это такое, это то, откуда выросли и Intel, и Apple, и много-много компаний, которые в дальнейшем стали лидерами в области компьютера, в области персональных компьютеров в том числе. Ну, а сейчас ситуация в России, она очень напоминает именно то время, но уже приложение к роботу. Поэтому терзайте, работайте, общайтесь, консультируйтесь. Вы всегда рады работать с молодежью. Мы даем слово Павлу. Здравствуйте. Я обучаю это имя. Меня зовут Павел Робьев, я работаю в компании «Дуоль». Наши группы в компании занимаются налоговыми льготами и различными формами государственных поддержек связаны в том числе с исследованиями, разработками и различными инвентационными процессами. Поэтому по роду своей деятельности я часто общаюсь с разработчиками, с людьми, которые что-то создают у нас в стране, и мы выступаем в виде таким... Мы помогаем этим людям находить общий язык в нашем государстве, скажем так. И в настоящее время тема сообществ, тема сообществ технических агузиастов в мире становится все более востребованной, привлекает все больше внимания. И связано это с тем, что крупные, серьезные международные компании видят в этих ребятах, которые своими руками, по своему собственному желанию, в гаражах и вот сюда, в комнате, создают новые продукты, видят источник сразу... Это источник, во-первых, кадров, во-вторых, новых технологических решений, подходов, и в-третьих, некое сообщество обмена информацией, которое порождает даже в некоторой степени новую рыбу. По крайней мере, все идет именно к тому, что глобальная такая производственная парадигма терпит серьезные изменения, потому что становятся доступны новые способы разработки, новые способы производства буквально силами небольших коллективов производственных лабораторий по выпуску продуктов и очень серьезного промышленного уровня. Соответственно, с моей точки зрения, эта тема представляет собой интерес в первую очередь, как с точки зрения образования, потому что не секрет, что в нашей стране большая проблема с квалифицированными инженерными кадрами. И общаясь с людьми, которые занимаются разработкой, эту проблему я слышу очень часто. Мало людей интересуется, мало людей приходит. Сейчас, вроде, ситуация начинает налаживаться, но еще далеко от идеала. Люди, которые делают что-то по зову сердца, изучают предмет значительно лучше, чем те, которые делают что-то так вот так вот. И в этом отношении на Западе, например, уже это поняли и стимулируют развитие таких сообществ, предоставляют бюджет суммы и так далее. Сейчас у нас тоже пытаются начинать этим заниматься небезуспешно. Однако существует много проблем. И одна из них — это отсутствие понимания какой-то применимости к коммерческому воплощению этих идей. И вторая проблема серьезная — это, несмотря на доступность информации, в интернете, другими способами, достаточно сложные процессы коммуникации внутри сообщества, отсутствие там неких организаторских, управляющих компетенций, которые позволили бы создавать команды, способные эффективно проводить на рынок новые изделия. То есть есть люди с идеями, есть люди, там, обладающиеся знаниями технологий, но зачастую они не доводят свое дело до коммерческого продукта. Это серьезная проблема, но она имеет решение. Я думаю, что, в частности, в ходе таких вот мероприятий вот эти информационные мостики, да, могут появиться. Что еще идет, конечно, на то же, к созданию новых интересных проектов. Передает слово Александру. Меня зовут Александр Глазарковский. Я занимаюсь технологическим евангелизмом. Это, так сказать, технологический маркетинг, достаточно продвинутый. То есть мы рассказываем не только о том, как все хорошо, но и о том, как это работает, и умеем об этом рассказывать. Я занимаюсь этим про интернет-вещей, про мейкерство, про облачное вычисление системы разработки Microsoft. В Центральной и Восточной Европе и, в особенности, в России. То есть на, так сказать, русскоязычную аудиторию. По долгую службу, так сказать, я общаюсь с различной аудиторией. И здесь важно понимать, что мы в Microsoft имеем некоторую разбивку по аудиториям, как у любой корпорации есть, разумеется, разбивка по аудиториям, по сегментам и так далее. Мы ее достаточно четко развиваем в наше понимание вот этой темы интернет-вещей, поскольку у нас нет такой темы мейкерства, есть интернет-вещей. Мы ее разделяем на три направления. Первое направление – это облачное вычисление, это автоматизация заводов с помощью облачных вычислений, машинное обучение как сервис и многое-многое другое. То есть берем какой-то завод, берем какую-то сеть заводов, например, автоматизируем ее, вкладываем данные в облачном хранилище, обрабатываем там же и делаем отказоустойчивость, так сказать, в объемах всей, порой всей планеты даже. Второе направление – это как раз мейкерство. Это кто-нибудь знает как основной стратегический продукт Microsoft, который можно ассоциировать с мейкерством. Еще одну попытку. Кто-нибудь про Windows 10 знает? Я знаю. А, вы сказали, да? Отлично. Ну, вы знали, да. Raspberry Pi. Кто-нибудь знает, да? Да. Ну, вот Windows 10 можно на Raspberry Pi спускать уже. Собственно, здесь мы это направление покрываем именно с помощью Windows 10, то есть мы разрабатываем сейчас версию специальной администрационной системы, которую можно на Raspberry Pi, на интеловских платах запускать и строить какие-то свои решения. А зачем мы это делаем? Вот здесь тоже важно понимать, поскольку многие не понимают, почему Microsoft вообще сюда идет, так сказать. Ну, во-первых, у нас сменился самый главный начальник год назад, и с тех пор мы делаем очень интересные вещи, которые нас самих очень удивляют. Например, берем и заключаем соглашение с Ардуино о том, что Windows 10 будет первой операционной системой, серфицированной под Ардуино, и многие другие вещи. И у нас внутри Microsoft долгое время существовала субкультура Мейкер-спрант. То есть у нас 100 тысяч, примерно, чуть больше человек работает, и среди них, условно говоря, много тысяч занималось именно Мейкер-спрант энтузиастскими какими-то разработками. Однако, конечно же, на тот момент, пока Windows не было для платы и так далее, это все делалось либо с помощью Linux, либо с помощью чего-то не было другого. И когда мы начали разрабатывать нашу операционную систему, мы увидели, что люди на это отвечают, особенно даже не наша, так сказать, компетитишн, конкурентная аудитория, которая исключительно Linux пользуется, а, скажем так, люди, которые про Microsoft, но которые вынуждены использовать Linux. И они сказали, наконец-то мы можем писать на родном Татнете и автоматизировать наши суперумные дома с помощью наших языков программирования нашей операционной системой. И вот это то, что мы видим по направлению к Мейкерсу, то есть различные устройства, различные проекты, которые так или иначе управляются в Windows. Либо это как хаб для большого количества устройств, либо это стендалон, какая система и прочее-прочее. И третье, это, я думаю, небезызвестные вам HoloLens и Microsoft Band, это те устройства, которые HoloLens — это потопонная реальность, которая как раз родилась из Kinect, и, в общем-то, там технология Kinect используется. То есть надевается, грубо говоря, кто не знает, это вот наверняка Google Glass был и есть. Вот это примерно то же самое, но с совершенно другой направленностью, так сказать. То есть мы, условно говоря, сказали, когда вышло это устройство, мы внутри, наверное, пошла шутка о том, что наконец понятно, зачем мы в Майнкрафт играли. Вот, то есть надеваются очки, там формируется вселенная Майнкрафт, можно играть в очках, например. Вот. И вот так мы видим в трех направлениях. И что касается мейкерства, то мы видим в этом огромный интерес. И даже несмотря на то, что мы распространяем Windows 10 для маленьких устройств бесплатно, и она будет распространяться бесплатно, вы уже можете скачать и выполнить на интернет-катуре, в том случае, если у вас есть. Мы видим в этом достаточно большой рынок. Ближе всего по той причине, что именно мейкеры, но, допустим, если мы берем Enterprise, корпоративную разработку и так далее, и так далее, это всегда какие-то очень кастомные, очень подтюненные решения под именно какого-то клиента. То есть какой-то, грубо говоря, универсального решения, универсального стека решений. Там обычно не получается, ну, пока по моему опыту. А вот мейкеры, они дают нам порой некоторые сценарии, которые мы можем потом транслировать дальше. И, конечно же, вот здесь вот, что я могу сказать, что проседает, это то, что, к моему великому сожалению, поскольку я достаточно часто работаю на фототонах и так далее, из 10 проектов, 9 – это что-то в стиле «Покорми кошку роботизированной рукой» или пивоварня дома, или не дома. И, к сожалению, вот это, это изолированная система, которая чаще всего у людей дальше никуда не идет. То есть они сделали этот проект специально под Кокорсом, и все. Вот это вот достаточно, конечно же, с моей стороны является проседанием, поскольку таких проектов очень много, и хотелось бы, конечно, иметь более интересные и не просто изолированные системы, которые работают, условно говоря, в каком-то пространстве. И, допустим, у них нет ни аналитики, ни обработки каких-то данных. То есть система сама в себе. И второе, поскольку мы занимаемся интернетом вещей и видим мейкеров внутри интернета вещей, а интернет вещей – это уже не изолированная система, это уже выход какой-то за предел одной полной, условно говоря, даже за предел одной стороны. Это то, что в России, вот конкретно в России, мейкерство и интернет вещей до сих пор являются субкультурой. То есть люди в большинстве своем, когда слышат интернет вещей, они все равно идут и делают машину, которая управляется по Bluetooth с телефоном. Это, к моему сожалению, не интернет вещей. То есть это, опять же, вопрос, на самом деле, коммуникации и как мы транслируем свое видение. То есть возможно нам надо лучше транслировать. И вот если у вас есть комментарии, то, на самом деле, буду рад их выслушать или вопросы. Хорошо, с этим я хочу передать слово представителю, собственно, центра прототипирования в высшей школе экономики. То есть взгляд со стороны человека, находящегося и в эпицентре вот этого технического творчества. Да-да, привет всем. Меня зовут Илья Слоболь. И я являюсь экспертом по реализации проекта в Центре прототипирования в школе экономики. Иногда его называют «фаблавом» или кто-то их сейчас называет. Но это не важно. Но основная суть, как я ее вижу, моей деятельности именно в том, чтобы проекты конвертировались, то есть чтобы они шли дальше как раз-таки. И не только дальше картона, чтобы люди не просто придумали идеи, но доводили их до какой-то своей реальной стадии, чтобы они понимали, как это сделать, и дальше производили их. И вот тут прозвучала очень интересная проблема на том, что нет выстроенной инфраструктуры, например, для тиражирования. Так вот я вижу, это тоже одна из задач как раз всего этого сообщества, это создать такую структуру, чтобы можно было нормально тиражировать какие-то продукты и что-то с ними делать. С точки зрения того, почему вообще эта тема заслуживает много внимания, тут, наверное, все просто. Во-первых, явление уже есть, и как бы с ним бороться, и отрицать его это абсолютно бессмысленно. Во-вторых, как я думаю, вообще то, что в Москве, например, есть такое большое количество адспитатов, в которые можно спокойно прийти и что-то там сделать, это очень-очень круто. При том, что я, например, в этой сфере, на самом деле, не очень давно, у меня это было огромным-огромным открытием, что можно прийти, тебе помогут, может быть, что-то придумать, хотя не очень, но тебе хотя бы помогут как-то реализовать твои идеи или дадут взвешенную экспертную оценку. Это на самом деле очень полезно и совершенно точно необходимо в плане контекста вообще будущего и того, что стоит как-то фокусироваться на производстве. Что касается каких-то глобальных идей, которые реализовались в рамках таких активностей, мне пока, конечно, сложно что-то такое сказать, потому что я пока лишь занимаюсь развитием таких историй. Но что касается сложностей и проблем, которые сейчас есть, они для меня видятся в трех направлениях. Первое направление, и это очень хорошо видно опять в фокусе Картоно, но это очень хорошо пересекается с тем, что сказал Александр, это то, что большинство, например, технических специалистов очень и очень узко мыслив в рамках своей технологии. Я это люблю называть так, что идеи должны идти от какой-то реальной потребности или проблемы, а не от технологий. То, что я вижу в их картонах, это обычно история, когда люди знают, что у них есть технология, и всеми силами пытаются ее вонзить, всунуть и как-то там сплюснуть, адаптировать тот какой-то выученную идею, которой они думают будет полезно. Естественно, идея или продукт от этого полезнее не становится, так как он не выявляет никакой проблемы. И, соответственно, они получают хороший разработческий опыт, бесполезные абсолютно вещи. Ну и дальше картон на это, естественно, и до нее, так как экспертному сообществу понятно, что эта идея не работает. Вторая проблема, которая мне тоже видится очень и очень большой, это то, что вот тоже здесь была затронута проблема о том, что вроде как фаблабы создают, а что дальше делать этим фаблабом сами создатели не понимают. И я здесь вижу такую проблему, что для большинства мейкер-сообщества для них важно понимать вообще структуру и систему происходящего движения. То есть что я имею в виду? Как им действовать и как им, например, привлекать финансы? То есть множество людей, очень классные технологии, или, может быть, они очень классные придумщики и придумывают какие-то идеи. Они, может быть, сделают когда-нибудь первые прототипы или два или три прототипа на базе фаблаба-цмита, но у них все равно не будет никакого понимания о том, как им потом привлечь финансы, например, с кем им нужно общаться на этот счет и вообще как им дальше двигаться. И при этом фаблабы ждут от этих людей, тем не менее, все-таки масштабирование своих идей. Получается такой замкнутый круг. Мы ждем от вас масштабирование, а те, кто должны отъедать масштабирование, не понимают, как сделать масштабирование. И вот оно так и крутится, и никуда не двигается. И здесь, мне кажется, вопрос именно в системном подходе. То есть это нужно каким-то образом систематизировать, потому что для меня очевидно, что школьник, который пришел после 50-20, 12-20 класс, он еще может быть осилит производство, прототипа, но договориться с кем, вообще понять свой интерес, чужой интерес, как совместить эти вещи, вот скорее всего так же на храбли не сможет, а другого реально будет здорово, который будет требовать такой вот поддержки. Мне кажется, что я еще не знаю, но есть третий аспект, но я сейчас его уже не спал, так что остановимся на этом. Вот, как я вижу, эту спекту. Передадим тогда слово Илье, представляющему компанию РВК, для взгляда со стороны такого большого, крупного института развития, такого мыслительного центра. Добрый вечер, меня зовут Илья Курмышев, интересный в продвижении инновационной деятельности компании РВК. Я занимаюсь в основном универсацией психологического предпринимательства, мы реализуем ряд программ развития ориентированных на это и развития инкровационной инфраструктуры против еди, против предприятий, которые имеют отношение к рынку и коммуникациям на иммунезонных рынках. А сейчас РВК, если до последнего времени мы большей частью занимались развитием венчурного рынка, что даже, о чем может догадаться в нашем названии, российская венчурная компания, то сейчас мы где-то полгода уже, наверное, как-то включились в такому масштабному федеральному проекту «Национальная технологическая инициатива», ориентированному на то, чтобы в России смогли появиться технологические компании, ориентированные не на существующие рынки, а на те технологические рынки, которые появятся в горизонте 10-15 лет. То есть мы стали проект-мобисом «Национальная и технологическая инициатива», и буквально сейчас разрабатываем инструменты, программы для того, чтобы помочь формироваться среде, вроде приятной для того, чтобы такие компании появлялись, и помочь самим компаниям, которые командам, которые начинают думать, действовать в этом направлении, развиваться и, собственно говоря, на рынках завтрашнего дня занять достойное положение. Помимо того, что, естественно, есть очень большое количество активностей, проектов, инициатив, ориентированных, собственно говоря, на прогнозирование, не на моделирование развития соответствующих рынков, на развитие технологий, которые необходимы для того, компаний на соответствующих рынках, могут быть в 20-м веках. Одним из главных приоритетов деятельности в работе «Национальной и технологической инициативой» для нас является развитие мейкерских сообществ и культуры мейкерских. в России, поскольку есть ипотезы, что все крупные технологические революции и появление новых значимых рынков, они рождаются из достаточно массовых, альбийских, мейкерских движений, которые в тот период, когда еще нет по сути рынка, нет коммерческого продукта, выступают, с одной стороны, двигательными технологиями, с другой стороны, драйверами технологии, с другой стороны, они выступают генераторами человеческого капитала, которые в дальнейшем питают собой команды новых проектов, питают собой субкоперативно-технологические компании, которые начинают заниматься и выходить на соответствующие рынки. и так далее. Поэтому, переходя уже, собственно говоря, к тому, какие проблемы, какие перспективы мы связываем с мейкерским заобществом, я хочу кое о чем согласиться с ними. То есть, как говорили, векущие педагоги, в чем с ними поспорить. Согласиться это в том, что одной из очень значимых проблем у карьера является отсутствие нормальной коммуникации. у нас достаточно много мейкеров, но достаточно мало мейкерских сообществ. И даже там, где сообщества существуют, они часто не коммуницируют между собой. То есть, они не связаны в достаточно крупной сети, для того, чтобы обмен информацией, результатами, опытом между ними могут давать какой-то такой значимый коммунитивный эффект, который двигал вперед область, на которой они были работы. Мы это наблюдаем. Кстати, я вам узнаю с Васильевым на примере поплавок. Сейчас есть, правда, история с организацией ассоциаций поплавок. Но вот те люди, которые объединяют эти для работы в каждом из существующих поплавок они почти не перебатрестят между собой. Может быть, вот эта проблема будет решена как и улучшить планирование ассоциаций и правил коммуникации между ними. Но сейчас это реально большая проблема. А в чем я хотел может быть поспорить или не согласиться с тем, что говорили до этого? Это с тем, что обязательно и очень важным результатом деятельности мейкерского сообщества или отдельного мейкера является выход на продукт, на некий коммерческий продукт, который может быть уже как-то выведен на рынок или так далее. В нашем представлении мейкерские сообщества это далеко не всегда правильно. Их мотивация существования может быть вовсе не только создание этого качества продукта. особенно это касается детских, школьных сообществ, где сама по себе заинтересованность в создании каких-то решений, технологий, иногда соревновательная мотивация к определенным существованием каких-то конкурсов, межмерных соревнований является достаточно. И если мы возвращаемся к нашему целеполаганию в рамках ориентации на новый уровень, то решение задачи развития человеческого капитала, развития компетенций людей, которые работают в этих сообществах, это уже полнава самоцели и вовсе необязательно привязывать ее стартаперские полезки к целям и задачам формирования новых компаний или качественных продуктов. Ну и последнее, наверное, о чем я хотел сказать, тоже некая такая наша рамка. Тут проходила речь о том, кого считать мейкерами, из кого людей возрастов начали формируется в сообществе. В моем представлении мейкеры могут быть самые разные, самые разные школьники и сообщества школьников, это могут быть студенты, сообщества студентов, это могут быть сообщества профессионалов, инженеров, программистов, и они существуют. То есть в Соединенных Штатах, насколько мне известно, сейчас набирает популярность история, когда мейкерами становятся квалифицированные рабочие и инженеры, выходящие на пенсию, использующие свое освобождающееся время для того, чтобы работать по мапам, делать какие-то проекты, которые напрямую уже не привязаны к коммерческой цели, но просто им интересны и способность мотивировать их на то, чтобы решать какие-то свидетельские задачи. Спасибо. Все ли мы делаем для того, чтобы правильно использовать вот этот сложившийся человеческий капитал? Потому что, как правило, может быть, даже существующая индустрия не обращает особого на него внимания. То есть никого не волнует, что действующий специалист или недавно вышедший на пенсию технический специалист начал что-то делать в этом. Ну, делает и делает, и бог с ним. А возникает вопрос, могут ли эти люди привнести большую пользу как бы там и своих индустриях, и своих предприятиях и так далее, и тому подобное. Продолжение следует...